Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о коляске, которая имеет два, скажем так, назначения. Она легкая, компактная, очень хорошо годится для путешествий, для города в теплое время года, то бишь без снега, торговый центр и все такое. Но название есть такое слово, как Connect. Бампрайдер Connect называется полностью. Это коляска, полное название. И у нее есть возможность с помощью мощных магнитов соединять две такие коляски. Причем, чтобы вы не путали, магнит не такой, что там вот чуть-чуть напряглись, и оно рассоединится. Нет, такого нет. Плотно, хорошо садится и можно использовать для близнецов, погодок. Ну, так, как вам нужно, в принципе. Поэтому, скажем так, коляска двойного назначения. Но сегодня я вам покажу ее как колясочку для одного ребенка. Она для этого прекрасно подходит. Вот. И начнем изучать ее с вами сверху вниз. Что касается ручки. Ручка здесь, она, к сожалению, не регулируется. 186 мой рост. Поэтому смотрите, проецируйте, как будет приблизительно вам. Точные характеристики. Сантиметры, миллиметры, граммы. Весит она, кстати, 9 килограмм. Не легкая, но прочная. Вот. По ссылке в описании пройдете на магазин Первая коляска, и там увидите полностью всю информацию. Так. Ручка не регулируется. Вот в таком она приблизительно положение находится. Она здесь обита не эко-кожа, как может показаться. Это, на мой взгляд, резина. Фактура здесь, как правда, кожа, но это резина. И вот с такой вот эмблемкой компании Bump Rider. Что касается козыречка. Козыречек у нас вот такой. Регулируется. Да, он не огромный, но программа минимум. Меньше было бы плохо. Больше хорошо. Этого, в принципе, достаточно. Поэтому имейте в виду. Так. Сильной стороной этой коляски является посадка. Потому что она полноразмерная. Здесь места реально достаточно. Хочу обратить внимание на то, что здесь есть бампер. Он жесткий. Такой прям прочненький. И как калиточка его можно откинуть. Это редкость в подобного рода колясочках. Поэтому это огромный жирный плюс. Так. Подножка. И самое интересное, смотрите. Положение вот сейчас сидя. Здесь, конечно, не 90 градусов. Но она не сильно завалена назад. Поэтому многие ищут, чтобы было так. Поэтому для тех, кто ищет, вот, пожалуйста, вам подобный вариант. Регулировочка у нас здесь осуществляется с помощью ремешков. Сейчас, секундочку, отстегну. Вот, собственно, у нас положение лежа. Достаточно. Здесь градусов сколько? 175, что ли? Нет, 165 градусов. Но этого, на самом деле, более чем достаточно, чтобы ребенок прекрасно, спокойно поспал. И было ему удобно и хорошо. Сзади, кстати, в спинке есть кармашек. Так. А что касается безопасности. Как я уже показал, ремень и пятиточечные ремни с мягкими накладочками. И плечевая зона, и паховая зона. В принципе, это хорошо. Подножка, естественно, у нас регулируемая. Плюс хорошая площадка для того, когда ребенок подрастет, чтобы ему было удобнее взбираться на колясочку. Так. Что касается шасси. В коляске действительно очень неплохая сборка. Я поюзал ее как можно. Не трещит, не хрустит, не гремит. Вот сборка прям вот мне понравилась. Давайте посмотрим, есть ли здесь амортизация. Спереди я вижу амортизацию. Ну, естественно, они блокируются. Давайте посмотрим, сзади амортизация. Ну, сзади, по-моему, нет. Да, сзади нет амортизации. Но здесь классный тормоз. Нажимаем сверху, блокируем. И также сверху разблокируем. Так. Давайте посмотрим на ее слабую сторону. А слабая сторона у нее, это ее багажник. Багажник есть, не спорю, но он капец какой, никакой. Здесь доступ к нему реализован, ну, очень плохо, потому что сама конструкция, трубки все проходят через багажник. И тем самым доступ там, ну, короче говоря, никакой. И плюс сам багажник получается никакой из-за этого. Вот как бы видно, да, что попасть сюда сложно. Есть транспортировочный ремешок. Ну, я сейчас вам покажу. Так. Что касается колес. Колеса, естественно, не надувные. Просто простая резина. Не проколите, не сотрете. Ну, по крайней мере, 2-3 ребенка. Достаточно откатать этих колес будет. Так. Теперь давайте посмотрим, как она складывается. Здесь спереди. Нажимаем здесь, вот обозначен точками серебристыми, что внизу есть какие-то кнопки. Вот так сгибаем. И дальше самое интересное. Помимо того, что багажник неудобный, здесь не очень удобная система складывания. Точнее говоря, вот как бы тут есть ручка, все есть, не спорю. Но сам как бы не догадаешься. Тянешь ее, там какая-то кнопка, ну, ничего не происходит. Но есть кнопочка еще сбоку. Нужно ее нажать. И потом, соответственно, она складывается. Потом за эту ручку можно переносить. Ручка эта съемная. Можно снять. Причем металл. Слушайте, да? Металлическая ручка. Обалдеть. Так. И вот тот самый ремешок, о котором я вам говорил. В комплекте здесь нет сумки транспортировочной. Но отдельно сумку под нее можно купить в первой коляске. Они недорогие. Там около полутора тысяч рублей. Но сумки классные и спасет вашу коляску в перелетах. Поэтому не помешает приобрести подобного рода вещь. Так. Сработал фиксатор. Вот он сбоку. Соответственно, что она из себя представляет, мы с вами разобрались. Здесь особо долго не расскажешь. Но, как по мне, учитывая ее стоимость, пройдите по ссылке внизу в описании на первая коляска и посмотрите. Она стоит дешевле конкурента. Скажем так, на кого она больше всего похожа. Причем намного дешевле. Но по качеству она особо, в принципе, не уступает. По моим личным ощущениям. Единственное, она крупнее, шире из-за своей особенности коннект-системы. И она далеко не во всех компаниях пройдет ручную кладь. Она чуть-чуть больше. Поэтому ее, скорее всего, придется сдавать в багаж. Ну, есть компании, где спокойно проходишь. Это я вам просто говорю как есть. Соответственно, добавить мне больше нечего. Если вам обзор понравился, был чем-то полезен, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. Обсудим. Подскажу, если что-то не рассказал вам в обзоре. Ну и в заключении первой коляске большое спасибо за предоставленную коляску на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго.